Ну вот, продолжаем наш разговор. Тем временем я хочу показать нам... К нам только что занесли в студию цветы. Я прошу операторов показать. Вот этот вот букет еще. Представьте себе, что это вот телезрители нам подарили на канал. Огромное спасибо. Я сейчас узнаю, кто от кого цветы, но все равно очень-очень приятно. Огромное вам спасибо, дорогие друзья. Напоминаю, что трехлетие мы будем справлять завтра, в пятницу, 20 октября, в киноцентре, фу, в киноцентре, хотел сказать, в картинг-центре «Кардинал», что находится по адресу Ауэзова, угол Виноградова. Так что приходите все. Начало в 19.00. Будет очень интересно. Будут выступать артисты эстрады нашей. Будут выступать самые интересные диджеи. Конкурсы, призы и подарки от Procter & Gamble, Бути и торговой марки Уэст. Приходите. Я обещаю интересный вечер. Бискотека будет до упада. Ну так вот, возвращаемся к теме, значит, передачи. Вот тут к нам опять пришло сообщение. Да, вот, поздравляю вас. Всего хорошего, здоровья, счастья, спасибо большое. Вот сообщение. Сообщение такое. Сколько вам лет, ребята? Много. Много? Ну скажите, сколько? Ну много, много. 26. За 26 тебе? Примерно столько. 26, да? А вы когда-нибудь сами принимали наркотики? Спрашивает вас Маргулан. Ну только отчасти. Без комментариев. Без комментариев, да, понятно. Нет, если честно, я думаю, это слишком грубая тема. Да, и вообще, как бы, сейчас о ней говорить не актуально, потому что все это уходит в прошлое. Нет, нет, дорогой мой друг, сейчас об этом говорить как раз-таки актуально. Знаешь почему? Ну, потому что самое интересное, вот, просят повторить тему передачи. Сегодня мы говорим, дорогие друзья, о наркотиках и о том, как это все завязано с клубами. Вы знаете, вот просто хотелось бы сделать небольшую такую предысторию. Дело в том, что в начале 90-х, когда еще не существовало клубов, существовали еще там пережитки, там недобитки районовские, в общем, в каждом районе. Народ собирался в подвальчиках, там оборудовали себе там комнатки, нычки и все такое. А собирались люди там, ну, сидели, выпивали, курили, потому что клубов не было, а рестораны были дорогие. Дорогие для подростков. Приходили всякие разные так называемые старики. Ну, помните, каждый, наверное, помнит своего старика, любимого с района, который уже тогда, с года 91-92, начинали так называть, как это так называлось, вмазываться, врезаться. Помните, да, появились первые термины, типа машинка и все такое. Варили там, бегали по подвалу с поварешками и кололись. И все мы тогда, собственно, смотрели на них и думали, ну, какой же это все-таки кошмар, да. То есть, и они, главное, пытались нас подсадить, то есть, привлечь, давайте, дескать, братан, что ты тут вторяк у меня остался, давай, что ты, ну, куда тут, короче говоря. Давай, вот, никому, пацанам не скажу, только ты и я, давай, короче, все, это между нами. То есть, таким образом, подсаживали на наркотики. Народ, глупые, глупые подростки, значит, молодежь подседала, в конце концов, и все. То есть, через некоторое время, через месяца 3-4 мы видели абсолютно других людей, которые из конкретных, так сказать, пацанов рулевых районов превращались просто в какую-то мразь. Вот, и все это происходило на глазах, так сказать, наших малолетних щеглов, так это называлось. А вот сейчас смотришь, вот прошло время, год 97-й, появилась экстази, появились там кокаин и все такое. И смотришь, вот эти вот самые щеглы, они сейчас тоже, они тоже сейчас, и причем и колятся героином, и, да, я не знаю, по-моему, уже даже вот это вот опиум, вот эта ханка, вот это все уже отошло, они колятся героинами, и это страшно, на самом деле. Героин, на самом деле, это катастрофа просто. Нет, а что ты смеешься, а что ты смеешься, ведь это же страшно. Нет, почему вопрос тебе не задали, пробовал ли ты героин, ты так все расскажешь. Нет, а потому что я все вижу, и то есть я видел все это зарождение, то есть все это происходило от клубов, да, там, скажем, все начиналось с экстази, экстази это классно, это хорошо, как правильно говорится в этом ролике КНБшном, да, и для этих тупиц это становится идеологией, он совершенно прав, это же идеология, да, вот это, так люди сами себе создают идеологию вокруг этого, кто мешает быть самим собой, правильно? А вы же разве не согласны, что, значит, создавались клубы, допустим, тусовки, да, специальные, для того, чтобы там продавать экстази, как бы вход бесплатный, вход для своих, но там, ну, там это все продается, там можно купить кокс и все такое. У нас здесь не было развето вот это. Такого не было. До Москвы ты это с Москвой сравниваешь, скорее всего. Почему это? Потому что у нас Восток, здесь, как говорится, вот дело тонкое, да. Ну, а как там, вот я помню, такой был океан страстей, это что такое? Я даже не помню. Где лежали матрасы, и это было у нас в Алма-Ате, лежали матрасы, то есть каждый приходил там, там играл какой-нибудь там гол транс и все такое, да? Было такое? Было? Там, видимо, собрались любители просто такой музыки, скорее всего. Хорошо, хорошо, сейчас я хочу просто спросить, постольку, поскольку ты диджей, ты, как бы, администратор, заведующий клубом, администрируешь всю эту работу, сейчас у нас молодежь продолжает вот от этого? Молодежь нет, молодежь бестолковая, ходят в клубы, если ходят, то от них толку никакого, потому что они не приносят прибыль, во-первых. Сейчас, вот, допустим, транзит в том году, это было лучшее место тусовки всей молодежи, там, взрослого поколения и так далее. Сейчас уже перестраиваемся, перестраиваемся на попсу, потому что... Потому что попса – это хлеб. Хлеб, да, пусть лучше приходят алкаши, пусть они лучше пьют, пусть они бьют в туалете, мы за ними будем играть, но зато они будут не носить деньги, понимаешь? А молодежь вы в клубы не будете? Ну, с молодежью в любом случае есть постановление, что до 21 года вход запрещен в клубы. Никогда это не соблюдалось ни в одном клубе, но нужно потихоньку, потихоньку как бы... Хотя народ стал хуже ходить в клубы. Это с чем связано? Потому что щеблы засорили клубы, да? Нет, нет, это связано с тем, что... Меньше денег у людей стало? Да нет, не из-за этого, потому что все наскучиво, нет ничего нового. Добро. Хорошо, ребят, потихонечку уходим от этой темы. Вот тут, значит, я только что включил и увидел трех парней. Одного знаю, а других не знаю. Скажите их именно, кого знаю? Это Арман, это Эльдар. Эльдар является диджеем, он уже многое время работает по разным клубам. Хоть на него это не похоже, но внутри он очень добрый, очень милый человек. Спрашивают, Эльдар, кто ты по национальности? Это некорректный вопрос, можно посмотреть просто... Просто на экран посмотрите, и все станет ясно. Ну, как? Поближе, вот, пускай меня оператор камеры возьмет, и станет всем понятным. У меня брови, брови. Мама у меня русская. Вот так вот, представляете? Хорошо, кто ты у нас по национальности? Казак. Казак, да? Ну, молодец. Хорошо, поехали дальше. А вы сами пробовали экстази, спрашивают наши телезрители? Нет, вопрос уже был. Экстази. Экстази. Так, перестань щелкать ручкой, вот тут прислали тебе со всеми. Давай веселым, ведь завтра день рождения. Поставьте Децла. Ага, сейчас, подождите. Жантик, сам ты щегол. Ну что ж, это щеглы, собственно, присылают такие сообщения. Ладно. Жантимир, скажи, пожалуйста... Так, сейчас, сейчас, вот сообщение убегает. Уважаемый диджей, почему вам так нравятся алкаши, а не нормальные люди? Спрашивает Марина. Это не диджей, это просто директор клуба. Почему тебе нравятся алкаши, а не нормальные люди? Если честно, не нравятся, но в любом случае... Это деньги. Алкаши – это формула просто-просто. В этом клубе нужно либо делать что-то веселое, прогрессивное, чтобы это прогрессировалось каждым днем, либо делать клуб с деньгами, понимаешь? В вашем клубе, ваш клуб «Транзит» – это большая яма. Она и всегда и останется белой из коктема. Что ты можешь сказать? Белый еще из коктейля? Нет, 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 что можно сказать? Ваш клубик – это яма. Раньше, вот если честно, в том году не было никакого дизайна, был просто страч, был свинарник. Валялись окурки, понимаешь, что была обстановка, самая главная обстановка, самая главная компания. Нет, нет, хорошо. Была компания, было всем весело, скажи же. А сейчас мы переделали полностью клуб. У нас сейчас, ну, можно поставить уже на рейтинг более выше, наступающий. Понятно. Тут спрашивают, а можешь ли ты ответить за свои слова, что сейчас, на данный момент, у тебя в клубе не продаются наркотики? Я, да, потому что мы с этим боремся. Как ты с этим борешься? Звонишь в КНБ? Я не набираю 0,57, но всегда есть способы, чтобы просто с этим бороться. Пропагандировать, например, алкоголь? Да. Лучше петь. Лучше выпить. Девушкам бесплатное шампанское в пятницу и субботу до 12 бесплатно. Просят уточнить, в каком клубе работает. Это клуб Транзит, то, что на Абая находится. Транзит и Вай Вайнут. Жантик, ты ответил на мой вопрос, ты сам-то употреблял наркотики или нет? Сколько тебе было? Нет, наркотики я не употреблял, я всегда этого боялся. Всю жизнь этого боялся, потому что, ну не знаю, я видел, как это происходило, все на моих глазах, поэтому... Жантик, ты алкаш, если алкаш, приходи в клуб, будем веселиться. Привет, Жантик, я скоро отключусь, твой педжер. На самом деле, не очень оригинальное сообщение. А у нас есть телефонный звонок вообще? Почему-то не звонят. Нету, да? А почему вы не звоните? Ну хорошо, ладно, о веселом, ребята, добро. Давайте сейчас викторину какую-нибудь откроем, разыграем. Что мы разыграем? Давай, это что будет у нас? Это у нас в пятницу начинается первый в Алматы клубный чемпионат по спортивным бальным танцам. По спортивным бальным танцам? Да. Ох, какие вы стали пушистые. Ну что ж, по спортивным бальным танцам, да? А скажите, а больше вот этого не будет прогрессивной? Нет, но она, прогрессирующей музыки, она будет. И Джей Нарик у вас играть не будет? Послушай, послушай, это все будет, но как бы это будут тематические вечеринки. Сейчас, слушай, пусть приходят девушки, мы для них делаем просто-напросто любую халяву. Мы их угощаем, мы их почиваем, чтобы они просто оставались, отдыхали у нас, и чтобы у нас было красиво просто-напросто. Да, «Румба», «Ча-ча-ча», «Джаев», «Твист», «Клубная программа». Вот так вот, официальное предложение. Ну что ж, хорошо, сейчас мы устроим какую-нибудь викторину. Сколько мы разыграем пригласительных? Мы разыграем... Можно разыграть один с клубной картой, а остальные флайера любой может получить завтра в 3 часа. Отлично. Ну что ж, давайте мы посмотрим сейчас клип от группы «All Green», а потом наша викторина. Ответы присылайте нам пейджер. Ну и звоните. Почему не звоните-то, собственно? Поехали, «All Green».